Виталий Милонов Вы сами себя в какую сторону считаете? Я живой. Народный и живой, да. Есть люди типа жив, люди типа помер. Вы своего питерского поэта пытаетесь нам как-то здесь... 2.12.85.06. Нет, конечно, я считаю, что это то, чего иногда не хватает в нашей политике. Это живой политике людей, не живущих в каких-то информационных пузырях. Людей, не живущих в какой-то стерилизованной атмосфере, когда люди могут сочетать то, что происходит на самом деле среди людей, там, на улицах, в ларьке, в магазине, там, в кафе Шаверма и то, что происходит в верхних эшелонах власти, в парламенте. Но ведь живой, это в вашей терминологии, это, я так понимаю, маргинал. Да, это человек, который, вот, что такое живой политик? Это политик, который делает те вещи, которые, в принципе, политики по всем мире не делают, если они рассчитывают на руководящие какие-то посты во фракциях или в государстве. Нет? Я неправильно понимаю? Я согласен с вами с тем, что я не занимаю руководящего поста во фракции. Я самый рядовой, самый обычный депутат Государственной Думы. Но маргиналы, безусловно, это популисты. Маргиналы – это те, которые ради сиюминутного хайпа и дешевой популярности готовы предлагать самые дикие, самые утопические идеи, утопичные идеи, только бы снискать сиюминутную славу. Но это одновременно люди, которые являются лжецами. Ведь политик-популист – это политик-лжец, потому что это безнравственно и бесчестно обещать людям то, что ты знаешь, что это нереализуемо. То есть лгать людям, которые тебе верят, зная, что ты лжешь, и продолжать это делать с умным видом. Поэтому маргиналы – это все-таки очень другое. Маргиналы – это такое произведительное отношение ко всем, может быть, политикам, которые не вписываются в какую-то солидную, занудную парадигму. Ну хорошо, а, прости, Женя, пожалуйста, сами вы себя назвали политическим хипстером. Ну, живой человек, конечно, да. Но когда об этом говорили о хипстерах, сейчас уже о них всех забыли, они все уже объели своих фалафелей, уже уехали на своих самокатиках. Вот. Но я хотел подчеркнуть, что человек должен жить жизнью общества. И, наверное, тогда тебе легче спроецировать то, что несет хорошие, благие цели на бумаге, на жизнь реальных людей. – Вам приходилось делать заявление, вы заведомо делая заявление, понимали, что оно не будет воспринято, ну, там, электоратом или широкой публикой, назовете, как хотите, позитивно. Допустим, вы очень в свое время накануне парада в Минске, 9 мая, прямо наехали на Лукашенко, потому что объяснили, что он вообще чуть ли не ничтожествует, что он не прав. Я читал отзывы на это ваше выступление исключительно негативные в социальных сетях. – Ну, потому что большинство людей, которые сейчас уже убедились в моей правоте… – В правоте… А правота в чем? – Ну, в том, что ради сиюминутного хайпа, вы говорили про маргиналов, по-моему, сиюминутного хайпа, чтобы показать, что он герой и не испугался. Не испугался чего? Лично сам он не испугался коронавируса. Сомневаюсь. Потому что, а, им переболел, б, его личное медицинское обеспечение, оно на порядок выше, не то что на порядок, а на вселенную выше, чем доступность медицины, в принципе, в Белоруссии. Не испугался подвергнуть опасности людей, которые пришли на этот парад. Я не вижу в этом героизма. Реально не вижу. И я считаю, что если он себя позиционирует как бацка, как заботливый бацка, который там сам лично картофель этот перетрахивает вечно, то думай о людях и будь мудрым руководителем. И те, кто меня критиковал, в основном это люди такой вот уходящего формата, неправильного, уходящего неправильного формата ложного восприятия дружбы России и Белоруссии. Когда вот они готовы променять дружбу на некий вот ритуал. Совместные попойки, посиделки и культурно-массовые мероприятия раз в год. Ну вот акции, когда с задержанием наших граждан, 33 богатыря из частной военной компании были задержаны в Минске. Вы тоже считаете, что это какие-то игры или это оправданные меры? Я считаю, что Александр Григорьевич поступил как слабак. Просто как слабак. Недостойно. Ведь видно, насколько дешево его можно обмануть. Я боюсь произнести слово «купить». Я не официальный спикер форин-офиса российского, поэтому я могу говорить свое личное мнение. Но это подлый, мелкий и трусливый поступок. Так себя настоящие лидеры не ведут. Это не позиция лидера. Это позиция испугавшегося человека. А трусов, трусов, те, кто обещали ему конфетки, не ценят первые. Первого, кого они уничтожают, они уничтожают трусов. Я говорю про тех, кто к нему ездил с западной страны, в Белоруссию. Он совершает огромную ошибку. Ведь, да, есть точка зрения белорусов, что они самодостаточны и так далее. Я считаю, что и русские, и белорусы – это абсолютно один и тот же народ. Вот мое искреннее понимание, что сейчас Белоруссия находится на пути исторического выбора. Если белорусы поймут, что эксперименты недопустимы дальнейшей над страной, Максимальная интеграция с Россией спасет Белоруссию и ее идентичность, ее культуру, белорусскую молодежь и белорусское будущее. Вот это моя искренняя позиция. Но Сергей Мардан, есть такой журналист, маргинал, кстати, с моей точки зрения. Он утверждает, что Белоруссия – это социальное государство, а Россия – это анти-социальное государство. Есть позиция среди тех, кому комфортно так считать. Это люди, которые в Белоруссии не бывают и не знают реальную жизнь. Моя няня моих детей из Белоруссии. Это кошмар, что там делается. Если вы уберете парадно-пропагандистскую шелуху с того, что там реально происходит, вы увидите, что уничтожено все. Сельское хозяйство, промышленность дышат наладом, и многие вещи остались еще со времен Советского Союза. Колхозы, известные и столь рекламируемые Александром Григорьевичем, по сути дела, разрушены. Зарплаты нищенские. Посмотрите, сколько белорусов вынуждено сейчас работать не в Белоруссии. Либо на Западе, либо в России. Это показатель того, что экономика находится в очень плохом состоянии. И опасаясь сильных экономически независимых лидеров, Александр Григорьевич не дает никому головы поднять. Стоит человеку стать более или менее успешным, все, к тебе придут. Поэтому сейчас все здравомыслящие белорусские предприниматели знают, что начать бизнес можно в Белоруссии, а продолжить нужно либо в России, либо на Западе. Но на Западе их мало кто ждет. Они продолжают в основном Россию. Я думаю, что здесь Россия должна занять позицию максимальных комфортных условий для всех белорусов. Максимально комфортных. Чтобы не было никаких ошибок, которые мы совершили, возможно, в прошлом. Я понял, что с Белоруссией понятно. Теперь расскажите, как с Америкой. Там тоже все плохо. Все эти движения, которые сейчас набрали силу. Это стихийные движения или это кто-то руководит всей этой движухой? Жизни черных имеют значение и так далее. Как смешно видеть, когда белые люди легко манипулируют общественным мнением черни не в плане черного цвета кожи, а черни в плане плебеев, людей, так сказать, американских cockney, которые не работают, получают food stamps, живут на social security, которые не хотят работать, только им хочется халявы. И вот вполне респектабельные представители демократического истеблишмента сейчас удачно взялись в оборот. Эти группы, они их мобилизовали. У них идет избирательная кампания. Говорите, называйте вещи своими именами. Сейчас надо мобилизовать максимальное количество потенциальных противников Трампа. Надо пытаться объединить против Трампа различные группы. И почему говорить только про черных? Там не только черные, там вся эта левая шалупонь, весь этот левый социалистический антифас-скам, который тоже участвует наравне с этими активистами BLM в этих акциях. Тут же и секс-меньшинство тоже самое участвует. Феминисты, веганы там. И веганы тоже там. Конечно, веганы не здорового человека, а веганы-курильщик, конечно. Все, которые обосновывают свое веганство некими идеологическими мировоззрениями. И естественно, что сейчас демократическая партия грамотно ведет избирательную кампанию. Им нужно нанести удар по Трампу. Я не идеализирую Дональда Трампа с самого начала. Я считал его человеком не пророссийским ни разу, он проамериканский. Другое дело, что позиция Обамы была не всегда проамериканская, она была слишком эгоистична. Трамп, он проамериканский президент. Он отстаивает выгоду для Соединенных Штатов. Если Соединенным Штатам будет выгодно общаться с Россией, они будут общаться с Россией. Его оппоненты говорят, что есть вещи, которые нельзя делать ни при каких условиях. Нельзя общаться с Россией, надо консолидировать общество, имея перед собой образ врага. По большому счету, ребята хорошо посчитали Оруэлла. А вот Карен Шахназаров нам с Лейлой рассказывал, что Трамп, он как бы похож на Ельцина, но функцию Горбачева выполняет в Америке, что сейчас там перестройка, которая приведет к краху Штатов. Как вы относитесь к этому тезису? Безусловно, Дональд Трамп, так же как и Барак Обама, это всадники американского апокалипсиса. Не факт, что Соединенные Штаты не переживут этот кризис. Но кадровая чехарда и второй по счету революционно нетипичный президент для Соединенных Штатов – показатель позднего этапа развития любой империи. И бог знает, что мы увидим. Я искренне рассчитываю и желаю Соединенным Штатам выйти из этих перегеев и апогеев американской политики. Из экстрем-американской политики. Почему? Ну, хотя бы потому, что Соединенные Штаты – одно из мощнейших экономических государств в мире. И его кризис Соединенных Штатов, к сожалению, хотя я душой, может быть, был бы рад, но, безусловно, он отобразится и на России. Это надо признать Соединенные Штаты – держатели валюты, которая является платежной валютой для всего мира – доллара и прочих-прочих других вещей. Поэтому я сторонник того, чтобы роль Соединенных Штатов в мире снижалась, но не революционным путем. Вот существует такое мнение, что не произошло бы то, что произошло в Америке, всех этих потрясений, если бы не коронавирус. Ваши комментарии. Ну, коронавирус, он делает людей чуть-чуть сумасшедшими. Это, конечно, так. Коронавирус заставляет людей сидеть дома, и дома сидеть не любят. Человек дома сходит с ума. Если ему особенно нечем заняться. В Соединенных Штатах особый мир, у них вообще не гуляют, они ездят на машинах. Вы это знаете прекрасно. Пройтись там 5 километров для американца, только если он живет где-то в Уашингтон и занимается джоггинг. А так он не выходит из дома. Кроме как на машины. Если на машине нельзя ездить, все, он сходит с ума. Он сидит перед телевизором, смотрит шоу. И, конечно, для него это сложный этап. Хотя бы потому, что ребята, которые сейчас являются этими соплеменниками Флойда, они же ничего не делают. Они тусуются на улицах, ходят, грабят там, тусуются, что-то жрут, что-то пьют, танцуют на окраинах. Им было очень тяжело. Поэтому это еще и протест, очень удачно подобранный на фоне пандемии. Интересно, а для наших тоже тяжело, на Ваш взгляд, дома сидеть? А русский человек другой. Видите, мы же, мы не такие. Мы пытаемся слезнуть. Вы не берите в Москву в расчет. В Москве был очень серьезный карантин. Но москвичи это приняли, мне кажется. Они приняли правила жесткой игры от Собянина, потому что они поняли, что если правила будут соблюдать все, они будут работать. Если это, извините меня, регион другой, где одни умные люди сидят дома, а другие плевать на всех хотели, жарят шашлыки, заражая друг друга, это не работает. В Москве это сработало. И в Москве статистика поползла вниз, по-моему, первой из всей России. Поэтому правила хороши. Конечно, все смеялись. И Галкин выступал и так далее. Но, что парадоксально, эти жесточайшие ограничения не уронили рейтинг власти в Москве. И я смело могу сказать, что, конечно, там были недовольны, но в целом все понимали, что это надо делать. В России-то такого не было. На улице где-то, на дачах. У россиян есть 6 соток, но все на даче пораньше выехали. Магазины стройтоваров ломились от посетителей. Все хотели что-то прикрутить у себя на 6 сотках на своем дачном участке какую-то новую досочку. Это хорошо было для россиян. Такое время передышки. Единственный облом, который действительно для нас является жесточайшим обломом, это отсутствие отпуска. Россия в этом плане должна, наверное, завоевать какую-нибудь маленькую страну с большим побережьем. У нас не хватает теплого моря. Это объективный факт. Поэтому те, кто плюются и говорят, что нельзя ездить за границу отдыхать. А куда ездить отдыхать? У нас Черноморское побережье и Крым вот такие малюсенькие по сравнению с огромной Россией. Они не могут вместить в себя всех людей. Поэтому люди вынуждены ездить. В Турцию ездить нельзя. Категорически нельзя ездить в Турцию. Идеологически нельзя. Нельзя. Каждый год, каждый месяц Эрдоган демонстрирует враждебную позицию Турции по отношению к нашим ценностям. И Турция готова сделать все, чтобы заполучить российских туристов. Но при этом это люди, которые взяли и пошли на беспрецедентные меры, отдав Айя София к мусульманам. Причем они сделали подлейший шаг. Они, по сути дела, попытались рассорить христиан и мусульман. Слава Богу, что мудрости хватило у всех. И никто не стал педалировать эту тему, как конфликт христиан и мусульман. Вы, или Эрдоган, придурок, извините, все сказали. Моя точка зрения, я на нее не имею права, потому что я считаю, что человек, который лицемерно, абсолютно бессовестно, через сто лет после геноцида армянского народа и самой масштабной резни, первой резни 20 века, не признает эту резню, это человек, которому не хватает совести. Вот немцы, совершив дичайшее преступление, они признались, они покаялись. Где покаяния Турции? Нету. Я не армянин, но я считаю, что это преступление против всего человечества. Именно резня, армянский геноцид, геноцид против армян, открыл путь для Гитлера в Европе. Я считаю, что без геноцид армянского народа Гитлер бы на эти шаги не пошел бы. Ситуация, кстати, с Ефириемовым, вы на какой стороне, на чьей? Я на стороне справедливости. Мне мерзко и отвратительно было видеть, когда в первые дни после этой трагедии художественно закидывающие ножки, вот эти вот все известные наши балеруны и прочие, говорили, ну как вы можете осуждать Мишу? Он же гений, он кается, ему больно. И сам Миша, нет больше Миши Ефремова, там слезы лились. И все говорят, смотрите, как он это. Говорят, это же игра. Ну это реально кадр из фильма, он талантливый актер. Что в результате получилось? Сейчас он в суде говорит, нет, это не я. А докажи начальник. Вы как человек верующий, вы должны на самом деле управлять. Конечно, своего братишка в Христе, он же тоже православный, тоже много детей у него. Да, конечно, покаяния нет, понимаете, в чем дело? Когда он сказал, что он кается, кается, но при этом они допускали мерзкие шаги по отношению к семье этого Сергея, убитого, понимаете, я просто был в шоке. Как они могли так сказать, я усыновлю. Он каялся, когда говорил, да у меня денег много, я все там сделаю. Не было покаяния, был страх, страх, который он, который им двигал. Он из-за страха сделал это видео, якобы признательное. Я бы ему, честно говоря, сказал, что я его бы стал уважать, если бы человек совершил чудовищную ошибку. Но имел бы мужество сказать, дорогие мои поклонники, непоклонники, я совершил чудовищную ошибку. Я не буду ни оправдываться, ни лебезить, ни нанимать адвокатов. Вот моя покаянная голова. Если он православный человек, он знает, что покаянную голову меч не сечет. И тогда бы его общество, да, может быть, сначала там было такое спеленение, простило бы. Да, он бы получил свой условный срок, может быть, полгода колонии-поселения. То, что положено по закону, по нижней планке. Но не было бы вот этого омерзительного шоу с этим омерзительным адвокатом, который просто уничтожает его, реально он уничтожает остатки его репутации. Зачем он его взял? Только ради того, чтобы, ну, он ему пообещал, видимо, решить вопрос. Но только это вопрос не оригинального микропрорисшествия, когда можно там позвонить одному другому, отнести какие-то денежки и порешать. Не да, не удастся порешать. А так называемое общественное мнение приковано к этому делу. И я искренне желаю судье вынести решение с чистой совестью и с легким сердцем. Вынести его исключительно по закону. Вот чтобы было четко, чтобы люди, да, кто-то бы сказал плохо, кто-то сказал бы хорошо, но чтобы все сказали, да, в законе написано именно так. Потому что, извините меня, когда, пускай я буду против тренда говорить, когда вынесли решение, что по Жене Васильевой, что по Кириллу Серебренникову, это этого решения люди не поняли и не приняли. Сколько людей сидит, предпринимателей, за неуплату налогов сейчас в тюрьме? Они не убили никого, не ограбили, налоги не заплатили. Да, совершили ошибку. Почему они в СИЗО сидят? Выпустить всех из СИЗО. Выпустить, потому что мы из них сделаем не тех, кто ошибку совершил, а преступников мы сделаем из материалов, из закоренелых. Если они будут ждать суда по два, по три года, пока их там полностью не обезжирят, как говорил Владимир Владимирович. А тут 120 миллионов украл там и все, все сошло с рук. Я не хочу крови видеть Серебренникова и так далее. Я бы хотел, чтобы на примере вот этого беспрецедентно легкого решения и нежного по отношению к нему сейчас пошел бы вал таких же решений по отношению тех, кто совершил ошибку в первый раз, не связанную с насилием и с покушением на жизнь, или какие-то страшные преступления. Экономические осужденные сейчас должны получить свободу. Я считаю, что мы должны половину заключенных выпустить из наших тюрем. Мы должны совершить этот акт примирения, потому что люди совершали эти преступления очень часто. Не только потому, что они хотели заработать больше денег, а потому что система вокруг них была такая. Надо выпустить всех содержащихся под стражей людей, которые совершили экономические преступления. Под домашний арест, неважно, выпустить из тюрьмы надо. То есть вы сами себе противоречите. То есть, с одной стороны, вы говорите, что слишком гуманно поступили по отношению к Кириллу Серебренникову, с другой стороны, считаете, что людей за ненасильственные преступления, за экономические, нельзя строго карать. Здесь, получается, какие двойные стандарты. Я не поступаю за справедливость. Я говорю, уж если Серебренникову дали так мало, что, в общем, явилось неожиданностью для большинства людей, потому что 120 миллионов – это не хохры-мохры. Я не буду там популистки говорить, как люди сидят за украденную курицу. Никто за украденную курицу не сидит, потому что до 3000 рублей вообще считается неуголовное преступление. Но уж коли так, возможно, если по отношению к известному режиссеру можно так, или к чиновнице Минобороны можно так, тогда пускай будет по-честному. Так нужно делать по отношению ко всем, потому что они никакие не враги сейчас сидят в этих тюрьмах переполненных, никакие не враги, не убийцы, не насильники. Они такие же, как мы. И они имеют право на прощение со стороны общества. Знаете, финальный вопрос, как раз будет такой тест на популизм Милонова. Вот у нас два случая мы разобрали, с Гоголь-центром, с Кириллом Серебренниковым, и с Михаилом Ефремовым. Кто в вашей системе координат из этих двух опаснее для общества? Серебренников или Ефремов? Оба человека-богемы. В моем понимании, конечно, Ефремов. Потому что это человек, который пьяный и с наркотиками садится за руль. Я считаю Ефремова гениальным, талантливейшим актером. И не скрываю, что мне нравятся фильмы с его участием. Он отличный актер. Серебренников обманул государство. И это мерзкий поступок. Он украл деньги у государства. Это доказано судом. Но он никого не убивал. Ефремов убил. Это не убийство по наружку. Это не убийство случайно. Если бы он убил человека, не справившись с управлением, выехав на мокром асфальте, да даже превысив скорость, это другое дело. Алкоголь и наркотики меняют все. Алкоголь и наркотики делают человека априори вдвойне виновным. Поэтому сколько людей в нашей стране погибло по вине таких Ефремовых? И самое обидное, что сколько людей в таких Ефремовых никуда не сели, потому что на своем маленьком деревенском уровне кто-то кому-то позвонил, кто-то кому-то отнес денежку, и они сейчас ходят на свободе. Я считаю, что в обществе назрел запрос не на карательные меры, не на суд Линча, а запрос на справедливость. Ну, просто шикарная концовка для политика, которая не практикует популизм, я считаю. Большое вам спасибо за беседу. Спасибо. Очень рад. Спасибо.